В НАТО обеспокоены военной мощью России. В Москве могут появиться два новых железнодорожных вокзала. А во Владивостоке произошло ДТП на Золотом мосту с участием мотоциклиста. Об этом расскажут на других каналах. У нас новости о родном Уссурийске. Добрый вечер. Меня зовут Максим Черный. Сегодня выпуски. С опережением графика ремонт дорог набирает силу. И хоть трава не расти, газонокосилки в городе. Больше чем по плану, бюджетные траты растут. Редкие саженцы. Декоративные растения в Уссурийске. ЕГЭ на все 100. Школьный максимум по русскому языку. Силовой экстрим. Шоу с нестандартными снарядами. Дорожный ремонт в городе набирает силу. Погода благоволит рабочим. Только за прошлую неделю в Уссурийске уложили 4700 квадратных метров асфальта. Ямочный ремонт идет с опережением графика. Миниатюрная фреза вгрызается в асфальт по улице Фадеева. Здесь ямочный ремонт в самом разгаре. Дорожники зашли на объект вчера и обновят асфальтовое покрытие до жизнедорожного переезда. Для начала такой, на первый взгляд, субтильной машинке нужно переработать около 500 квадратных метров старого дорожного полотна. Такая техника применяется в округе уже третий год. Она эффективная, она, во-первых, маневрованная. Намного проще, чем белорус. Старая техника. И режет хорошо, в принципе. Я не нарадуюсь. Она удобная. Она, понимаете, не то, что только фреза. Она снимается, ставится кож, погрузчик получается из нее. Сегодня дорожники уже сдали один объект. Завершили ремонт на переулке Тихом. У Брановского гарнизона. По многочисленным просьбам граждан готовятся к асфальтированию участок улицы Волочаевской. Сейчас сухая и солнечная погода позволяет работать в полную силу. Да, мы и так идем по срокам. Просто участков очень много. Здесь управляемся, идем на другой участок. Поэтому работа кипит. Напомним, что на прошлой неделе уссурийские сделали Пенегина и заволотали ямы по вокзальной дамбе. Также на электронной площадке ждут своего подрядчика 12 аукционов на капитальный ремонт. Под сплошное асфальтирование уссурийских дорог. Евгений Талов, Сергей Флоренцев, Телемикс. Дороги одеваются в новый асфальт, а обочины приобретают приличное убранство. Бригады газонокосильщиков работают в разных местах округа. Наша съемочная группа застала механические косы в районе Слободы. Механическая симфония раздается на всю округу. Улицу Полушкина оккупировали газонокосильщики. От перекрестка и до обеда. Это не про них. На этот день намечен большой план работ. Уничтожить заросли по всей улице. Если справиться раньше окончания рабочего дня, то переместятся на другой объект. Сложности особо нет. Одно только то, что машины, где машины можно стекло разбить, камни летят. А так особой сложности нет. Работа идет, объемы выполняются. Газоны косятся по городу. И так по приближенным местностям. Трава на Полушкина поляжет силами этой бригады. Всего три человека наведут порядок на улице. А дальше отправятся на другой адрес. Причем этот покос не единственный в сезоне. Вся территория Усыриска разделена на квадраты. Ежедневно в заросли травы выходят четыре бригады газонокосильщиков. В среднем в рамках контракта по комплексному содержанию осуществляются у нас покосы 200 тысяч квадратных метров. И раз в месяц осуществляются покосы и вычесывание травы на территории 36 скверов. В целом, значит, мы идем по графику. Есть своя очередь, где и когда убирать траву. Как правило, первыми под косу попадают гостевые маршруты. А крайне приходится отстоять очередь на внимание. Но и туда доберутся борцы с сорняками. Наводят порядки на улицах Усыриска десятки человек. Одни действуют на уничтожение сорняков и зарослей. Другие ежедневно стараются, чтобы город был в цвету. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Теленикс. Бюджетных денег в этом году потратят больше, чем запланировали. Например, средства пойдут на поддержку молодых семей, развитие города и ремонт дорог. Об этом говорили на заседании Думы округа. Что еще вошло в повестку дня, узнаете далее. Бюджет города на этот год терпит изменения. Из краевых и федеральных средств в наш округ поступают субсидии. Так, например, прибыль пришла на программу «Молодая семья». Формирование современной городской среды и ремонт автодорог. Уже поступило софинансирование на проектно-сметную документацию для школы на Междуречье. Больше 20,5 миллионов рублей. Но дополнительное финансирование предполагает и дополнительные расходы. Это программа «Чистая вода» в сумме 2 миллиона рублей. Программа «Энергосбережение повышения энергетической эффективности» в сумме 3 миллиона 501 тысяча рублей. Эти средства необходимы для завершения работ и оплаты соглашений контракта, которые были заключены в 2016 году. Еще одной важной темой для обсуждения стал ремонт автомобильных дорог в округе. Сейчас идет процесс подготовки паспорта для каждого пути. И своеобразная биография полотна. Но процесс этот трудоемкий и требует не одного года. Кстати, в 2017-м из местного бюджета на обновление дорог выделили 32 миллиона рублей. Чуть меньше 29 миллионов профинансировал Край. Эти деньги мы распределяем на ремонт дорог. То есть есть список дорог от плохих к хорошим. Каждая имеет стоимость. Соответственно, те деньги, которые мы с вами выделяем на дороге, мы сверху вниз начинаем их выделять. Соответственно, закрепляем эти суммы, то есть нарезаем некий лимит. Также депутаты обсудили изменения в налоги на имущество, земельном контроле и застройках. Во втором чтении приняли изменения в устав Уссурийского округа. Виктория Калинина, Сергей Флоренцев, Телемикс. Взносы в фонд капитального ремонта жилья оплачивают жители нашей страны уже несколько лет. Часть этих средств идет на восстановление домов. А вот должны ли оплачивать квитанции жители новостроек? Ответ на этот вопрос смотрите в рубрике «Телеконсультант». Я живу в новостройке и нам стали приходить квитанции с фонда капитального ремонта жилья. Хотя дому всего 4 года. Подскажите, правомерно ли выставление такого счета и что нам делать? Ведь дом находится еще на гарантии от застройщика. И о каком ремонте может идти речь? В перечень многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу, который утвержден и опубликован 31 января 2014 года, внесены все многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию в том числе до 31 января 2014 года. Изменения в закон Приморского края номер 227 – это о системе капитального ремонта в Приморском крае, касающиеся обязанности по внесению платы по капитальному ремонту в новостройках, введенных в эксплуатацию менее чем 5 лет, внесены 22 декабря 2015 года. Так как закон обратной силы не имеет, собственники помещения в новостройках, введенных до указанной даты, обязаны вносить взносы. Соответственно, фонд капитального ремонта правомерно выставляет квитанции. ФКР25.ру Все желающие могут зайти, посмотреть виды работ, оплаченные по капитальному ремонту. Общую сумму оплаченную. Впереди короткая реклама, далее вы увидите. Редкие саженцы, декоративные растения в Уссурийске. ЕГЭ на все 100, школьный максимум по русскому языку. Силовой экстрим, шоу с нестандартными снарядами. Продолжаем выпуск. Работников уссурийских мупов наградили за трудовой подвиг. В праздничные дни теплосети и водоканал защищали Новонекольскую территорию от огня. В сухую погоду вспыхнул законсервированный полигон бытовых отходов. Пожар тушили своими силами с 6 по 8 мая. Причина возгорания – пал, который устроили неизвестные. Двое суток сотрудники двух муниципальных предприятий работали, как у мастеновских печей. Засыпали тоннами земли тлеющий мусор, чтобы вновь законсервировать полигон. За титанические усилия людей наградило начальство и поблагодарил первый заместитель главы администрации. По словам Сергея Ефремова, уссурийские мупы уберегли село и город от большой беды. Пожертвовали праздниками, все это благо народа. Это уже не первое наше возгорание. Четыре года назад было подобное возгорание, поэтому привыкшее. То есть опыт борьбы со чертянными ситуациями у вас есть? Да. Питомник декоративных растений «Золотой Ильм» стал резидентом свободного порта Владивосток. Детище уссурийского предпринимателя разместилось в Борисовке и помогло местным жителям найти работу в летний сезон. Селяне ухаживают за оригинальными саженцами, которые на приморской земле встречаешь нечасто. Подробнее о необычных растениях расскажет Анна Клыга. Фиолетовые яблони, голубые ели, можжевельник, вигела. Все эти деревья и кустарники скоро украсят улицы и дворы Уссурийска. Необычные для наших краев саженцы теперь можно найти в Борисовском питомнике декоративных растений, который появился здесь в сентябре прошлого года. Сейчас территория питомника насчитывает 8 гектаров, на которых агрономы выращивают 50 видов деревьев и кустарников. Особенно здесь гордятся золотым ильмом, который очень популярен в Китае, но все еще в новинку для Приморья. Ильм или вяз известен всем горожанам еще с детства. Именно его листья служат первой валютой для торговли песочными куличиками, а кашка весной засыпает у Сурийские улицы. Визитная карточка сорта из Китая – яркие золотые листья. Другие интересные виды агрономы привезли из Центральной России. Так здесь появилась туя, голубая ель, сорта с фиолетовыми листьями, черемуха, яблоня, миндаль. Все они декоративные и особенно красивы в период цветения. На некоторых плодовых культурах уже зреют миниатюрные плоды, так и детище Евгения Сердюк приносит свои результаты. За неполный год существования питомник уже обзавелся клиентами, вошел в число резидентов свободного порта Владивосток, что позволило сэкономить время и деньги. В соответствии с законодательством субъекта это либо освобождение, либо снижение ставки на имущество и на землю. То есть это какие-то сниженные налоговые ставки, потом укороченный срок получения разрешительной документации. В планах начинающего предпринимателя обустроить выставочный зал, чтобы гостям питомника было удобно ознакомиться с продукцией. Также продолжать работу по разведению оригинальных для Приморья сортов. В Уссурийске высок спрос на хвойные породы, которые приживаются сложно. Но специалисты уверены, при должном уходе московские саженцы примутся на Приморской земле. ЕГЭ на все 100. Уссурийская школьница набрала максимум баллов на экзамене по русскому языку. Анна Тюрина одна из немногих, кто смог совместить подготовку к выпускным испытаниям с увлечениями. Наша съемочная группа отправилась на прогулку с юным фотографом и выяснила, насколько сложно девушке далась высшая оценка. Хорошая погода, отличное настроение и свободное время – залог удачных кадров. Начинающая папарацци Анна Тюрина наслаждается фотопрогулкой, хотя еще месяц назад не могла себе позволить настолько долгих перерывов. Девушка готовилась к экзамену по русскому языку. Вчера уже уходили не на уроки или просто на свободное время, а на то, чтобы лишний раз решить тест. Мало ли, может, такой же попадется вопрос на ИГЭ, потому что это лотерея. Аня сорвала джекпот. Ученица Тимирязевской школы единственная в городе набрала 100 баллов по русскому языку. Такое достижение не случайно. Аня старательно училась все 11 лет и в итоге получила золотую медаль. Сама эта процедура не повлияла на сосредоточенность или мои знания. Оно не казалось ни таким напряженным и ни таким пугающим, как нам говорили. Теперь пора выбирать профессию. Аня пока не знает, что ей нравится больше – экономика или юриспруденция. Чтобы определиться, заглядывает в приемные комиссии местных вузов и изучает сайты иногородних. Русский язык учитывается на всех специальностях и нужен, куда бы я ни пошла, и может добавить значительный балл к общей сумме. По одному из необходимых ИГЭ – истории. Результата пока нет, но Аня надеется, что 100 баллов по русскому языку дадут ей пропуск на нужную специальность. Девушка рассчитывает только на бюджетное место. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс. Не перевелись еще силачи на приморской земле. И на этот раз мощь свою они показали нашим горожанам. На центральной площади атлеты устроили силовое шоу с нестандартными снарядами. Познакомит вас с участниками силового экстрима Наталья Зайцева. Здравствуйте. Атлеты не устают нас удивлять. Буквально неделю назад самые сильные люди приморского окрая встретились на турнире «Биг Босс» во Владивостоке. Спустя всего неделю часть участников собралась на Уссурийской площади и показала шоу в День молодежи для наших горожан. Силовой экстрим – зрелище нечастое для уссурийцев, но эффектное. Особенно, когда попадает в поле зрения во время обычной прогулки на площади. Так у лейеров все вакантные места были разобраны. Поехали. Считаем вместе. Один. Два. Силовой экстрим предполагает не только поднятие, транспортировку снарядов большого веса, но и нестандартные формы, размеры груза. Только опытные спортсмены допускаются к таким снарядам. Без специальной подготовки и знания техники выполнения упражнений легко можно получить травму. В течение месяца получается трое соревнований. То есть вот сейчас у нас среди группы А пять человек, они в течение месяца уже несколько раз пересекали соревнования. То есть мы не в самой топовой форме, но в этом есть силовый экстрим. Ты должен показывать результат при любом раскладе. Особенность силового экстрима в том, что тут борьба идет не с соперниками. Напротив, парни поддерживают и помогают друг другу. Бороться приходится с самим собой, своими возможностями и показать надо. Невероятный результат, чтобы не только удивить зрителей, но и поставить личный рекорд. Кому это удалось, узнаете в пятницу в 20.00 в программе «Неделя спорта». Дороги в асфальт закатали, механическую симфонию газонокосилок услышали. Про бюджетные деньги поговорили и редкими растениями в питомнике полюбовались. Таким был этот день. В студии работал Максим Черный. До свидания.